Всем привет! Я вижу, что много молодых тренеров интересуется тем, как им развиваться, откуда брать информацию, какие курсы или семинары стоит посещать и как молодому тренеру попасть в систему профессиональных клубов. Я считаю, что этой информации в открытых источниках практически нету, и мы на нашем канале решили запустить рубрику, где мы будем общаться с молодыми успешными тренерами, где они будут делиться какими-то своими секретами, как можно развиваться в тренерской сфере. И первый подобный выпуск мы записываем с молодым тренером по баскетболу, который в 25 лет уже 2 года является главным тренером мужской баскетбольной команды из Армении. Да, в Армении тоже есть баскетбол, на самом деле там сейчас очень развивается их профессиональная баскетбольная лига. Это интервью мы записываем с Микаэлем Погасяном, он поделится историей своего тренерского пути, как он в 25 лет уже 2 года является главным тренером профессиональной команды. Мика немного расскажет о своем опыте обучения в Америке, даст советы для развития молодым тренерам, а также расскажет нам, что такое баскетбол в Армении. И в конце видео будет интересное объявление, где Мика расскажет о турнире, который будет проходить в Армении в середине июня, куда могут приехать молодые баскетболисты, которые хотят просмотреться в команду Суперлиги 2 или в клубы Армении. Так что, если вам интересны какие-то возможности с баскетбольным трудоустройством на следующий год, то досмотрите это видео до конца, там будет интересная информация для вас. Давай начнем с того, что ты немного расскажешь о себе, свой путь до тренерства, где ты играл в баскетбол, где ты учился на тренера, если ты где-то учился, и как ты стал тренером, и где ты сейчас тренируешь. Сейчас я, ну да, начну сразу, что я сейчас главный тренер клуба Урарту Ереван, Урарту Вибет. Ну, это один из лучших клубов Армении, наверное, самый лучший. Сейчас мы участвуем как в Армянской лиге, так и в Евразийской лиге. Это достаточно новый проект. Ну, там играет вице-чемпион Казахстана и Беларуси и команды Суперлиги 2. А также лучшая команда студенческая МГАФК. Ну, о себе расскажу. Я родился и вырос в Москве. Играл за спортивную школу ЦСКА и спортивную школу Тринта. Последний год, правда, доигрывал в Глории. Честно говоря, лет 17 бросал баскетбол, но потом решил вернуться. И так как там полтора года не играл нигде, я уехал в Америку учиться и играть за команду третьего дивизиона НСТ. И думаю, на меня это больше всего повлияло, на мое баскетбольное мировоззрение. Конечно, американский опыт не сравнится с российским, даже третий дивизион. После этого я уехал играть. Ну, параллельно с этим я играл за сборную Армению. У нас были проекты до 16 лет, до 20 лет. До 16 лет мы даже в дивизионе Б занимали шестое место, по-моему. Это была очень сильная сборная на тот момент. Мы там и голландцев выигрывали, и Израиль выигрывали. Топовые сборные, ну, по крайней мере, для дивизиона Б. Я, к сожалению, из-за травм, я три операции перенес, не смог вернуться в спорт. И в первый год существования чемпионата Армении я никак не был задействован. Но на второй год из-за нехватки тренеров, я бы так сказал, из-за нехватки специалистов, людей, которые могли бы говорить на русском, на армянском и на английском языке. А у нас игроки в лигу начали приезжать как из России, так и из Америки, легионеров привозить начали. Ну и плюс у меня был опыт какой-то международный. Не могу сказать, что самый топовый. Я не играл в топовых клубах NCAA Division 1. Но у меня был некий опыт, и мне решили доверить, попробовать команду. И через два месяца не с самой сильной командой мы начали выигрывать. И уже со следующего сезона будет третий год, как я буду главным тренером. И пока результатами все довольны. Вот. Что еще рассказать? Могу поподробнее рассказать про лигу вообще, как у нас все это работает. Ну да, расскажи про, что такое вообще армянская баскетбольная лига, потому что я думаю, для многих это вообще что-то непонятное. Какой там уровень, сколько команд, кто там играет и так далее. Слушай, ну вот сейчас команда, которую я тренирую в Ура-Артуру, я бы сказал, мы где-то между Суперлиг-1 и Суперлиг-2. Вот такой уровень. То есть я думаю, мы бы смогли играть на уровне низших клубов Суперлиги-1. Конечно, лучших клубов Суперлиги-1 мы бы точно не смогли играть. Но и там худшие клубы Суперлиги-2 мы, наверное, очков 20-30 имеем. У нас есть некий пласт армянских игроков хороших, но их очень мало. У нас лига на самом деле держится на российских и американских игроках, потому что, ну, Россия входит в страны Еврозес, и они не считаются легионерами здесь. А американцы, у нас лимит на четырех американцев, то есть каждый клуб может привести четырех игроков. И, в принципе, я скажу, что американский рынок настолько развит, что есть игроки неплохого уровня, которые готовы приезжать за минимальные деньги, там, 500-600 долларов в месяц вместе с квартирой без питания, и они будут играть и давать тебе результат. Но армянских игроков пока мало, поэтому лига живет больше на американских игроках и на молодых армянах, которые хотят прогрессировать. Хотя и вот русские ребята приезжают, но уровень баскетбола уже поднимается за счет легионеров и российских игроков. Мико, получается, ты стал главным тренером клуба во сколько? В 23-24 года? В 23 года. В 23 года. Какого-то, ну, насколько я тебя понял, особого опыта тренерского у тебя не было. Скажи, как ты развивался, как вообще, откуда брал информацию, потому что это вот самый распространенный вопрос, где учиться на тренера, откуда можно взять какую-то качественную информацию, которую можно применить для работы с командой, для работы с игроками. В интернете можно, правда, найти все. То есть я очень много смотрю того, что выкладывает ФИБА, всякие клиники топовых тренеров. Они там рассказывают самые базовые вещи от того, как поставить руку, как мяч держать, куда пальцы поставить, до там философии Грега Поповища по поводу того, как собирать клуб и какие цели в течение пяти лет надо ставить в профессиональной команде. Там можно найти любую информацию, главное просто смотреть, смотреть, смотреть. И потом, когда ты начинаешь по чуть-чуть разбираться, что происходит, главное смотреть очень много своей же игры и игры соперников. Это, я думаю, очень важно. То есть надо начинать понимать, что играешь ты, какие ошибки ты сделал, что хорошо сделал, что сделал хорошо соперник. Это, правда, помогает развивать. По поводу упражнений, по поводу упражнений, я думаю, здесь все-таки смесь понимания того, что ты должен дать команде. Допустим, ты смотришь игру и видишь, что плохо двигается мяч. Ну, там, не знаю, там, вышел в третью четверть и ребята перестали двигать мяч. И ты начинаешь думать, так, какие упражнения, какие неигровые, какие игровые упражнения я могу дать, чтобы психологически подготовить ребят к тому, что надо менять вот это. Упражнений можно найти просто тысячи в интернете. Можно, я думаю, можно напрямую тренерам писать профессионалям на Facebook. У меня даже такое было. Я мог просто найти какого-нибудь интересного тренера, мне понравилась его команда. Я мог написать, я мог спросить там, что бы ты сделал в такой момент, какие упражнения ты бы дал. Он тебе свое что-то посоветует. Но, в общем, мне кажется, здесь есть некая, как сказать, харизма тренера и его видение, его психология, которую он передает своим игрокам. Это тоже очень важно. То есть не надо воровать чужой опыт, надо пропускать это все через себя и выдавать информацию своим игрокам. Мико, скажи, а вот давай представим ситуацию, что, допустим, ты в Москве, тебе, не знаю, 23 года, ты только закончил играть и хочешь стать тренером. Что бы ты сделал, с чего бы ты начал, чтобы, не знаю, пошел бы индивидуально кого-то тренировать, пошел бы пробовать какой-то клуб устроиться. Как бы ты начал развиваться, делать первые шаги? Ну вот есть здесь один вопрос. Для чего это все делается? Если заработать денег, то, я думаю, надо в Москве делать индивидуальные тренировки. Нам легко от 150 до 200 тысяч рублей больше зарабатывать, впоследствии какие-то свои частные школы открывать, еще что-то. Но если ты хочешь действительно карьеру тренера строить, во-первых, не надо зацикливаться на Москве, мне кажется. Баскетбол существует в регионах, и та же самая Армения. Мои друзья, когда я переехал в Армению из Москвы, как-то посмеивались надо мной, типа, зачем тебе это вообще надо? Но у меня здесь карьера развивается. В Москве, я думаю, я никому вообще бы не был нужен. Москва — это очень перенасыщенный рынок, вот полно крутых специалистов, все стремятся туда. Поэтому сейчас должна пойти тенденция, что люди из Москвы уже в регион, в другие города, в другие страны уезжают. Что, в принципе, нормальная практика в Европе и в Америке. Но в России пока не так. В России пока все стремятся в центр Москвы. Не знаю, можно долбить всех, просто писать всем клубам. Ты не представляешь, насколько много игроков пишут мне, в личку просто посмотри мои хайлайтеры. Посмотри меня, дай мне шанс. Я просто хочу играть. В принципе, то же самое с тренерской работой. Я думаю, от ВТБ лиги до там Суперлиги 2 можно всем клубам отправлять резюме. Ну, во-первых, надо хорошо резюме какое-то подготовить, показать, что я вот умею вот это. Пожалуйста, дайте мне шанс. Писать всем. Дайте мне, не знаю, позицию третьего-четвертого тренера. Просто хочу работать. Скажи, а про свой американский опыт, что у тебя было в Америке, потому что тоже есть как бы стереотип, ну, не стереотип, а многие считают, что именно в Америке стоит учиться на тренера, и вообще как бы в Америке весь баскетбол. Что тебе дало твое обучение в Америке, и как в плане баскетбола ты там вырос? Что ты вот именно про американскую, твою часть жизни скажешь? Американский опыт очень сильно на меня повлиял. Мне просто повезло. У меня был очень серьезный, ответственный взрослый тренер, такой консервативный, скажем, американский мужик, который работал до этого в первом дивизионе, главным тренером там пару лет. Потом решил, что с него хватит, ушел в третью дивизион, и там, в принципе, у нас была очень сильная команда. Ну, слушай, много всего. Ну, представь, ты заканчиваешь спортшколу, у меня не было опыта игры в российских клубах. Я не знаю, как это происходит в Суперлиге. Там, два Суперлиги, один. У меня был сразу американский колледжевский опыт. Мне там понравилось, мне там понравилось. В том, что мы очень серьезно к этому подходили. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, это третий дивизион. То есть, вроде бы, твой колледж никогда в первую очередь не попадет. Но настолько серьезные отношения со всех сторон, с менеджментом, со стороны тренера, как мы относились к играм, как мы готовились. Такого у меня опыта никогда не было. То есть, там, за три, за четыре дня до каждой игры ты готовишься, разбираешь соперника просто кусочком, смотришь видео, как они играли, что они играют. То есть, ты выходишь на площадку, ты уже знаешь комбинации соперников. Это очень важная тренерская работа. Вот этому я очень научился. То есть, в Армении, я уверен, до этого никто вообще видеоигр не смотрел и не пытался разобрать, там, свою игру соперника. Такого точно не было. Потом, в Америке очень физический баскетбол. Ты не сможешь играть, если ты не качаешься. Тренажерный зал — это, там, наша альма-мата. Первый год я говорил, ладно, нафиг тебе это надо, я там. И без этого справлюсь. Но потом понимаешь, что тренажерный зал — это очень важно. И я думаю, американский баскетбол обгоняет нас в физике лет на 20. То есть, они уже со школьной скамьи, я думаю, 8-9 класс в Америке, они уже все качаются, это очень важно. А у нас, ну, дай бог, там, к 11 классу парни начинают думать о том, что надо идти в тренажерный зал. То есть, физически, тактически совсем по-другому. И, ну, не знаю, более профессиональный подход. Понимаешь, Америка — это страна 300 миллионов человек, и там, ну, ладно, каждый парень из провинции хочет чего-то добиться. Может быть, он и знает, что он ничего не добьется, но он старается, он рвет жилы. А я вырос в Москве, где я видел легкую, спокойную жизнь, ну, относительно. И как будто ничего и не надо людям. Ну, так в Москве, по крайней мере, было. Но уехав в Америку, я жил в городе, ну, рядом с городом Питтсбург, который относительно большой город. Но в моей команде не было городских парней. Они все были такие, ну, знаешь, что американскую жизнь, там, в городах люди не живут. И все хотели что-то доказать этому миру. И вот этот дух постоянной конкуренции, даже внутри своей команды, ты постоянно пытаешься кому-то что-то доказать, самому себе что-то доказать. Он на меня тоже повлиял и, правда, изменил меня. До этого я, может быть, жил спокойной жизнью городской, был такой маленький сынок. Ладно, не совсем. Но дух конкуренции в Америке, правда, существует. Вот этот, может быть, не знаю, правильно сказать или нет, капитализм. Люди, правда, хотят что-то доказывать. Скажи, а какие у вас сейчас в Армении планы с баскетболом на дальнейшее развитие? Как ты видишь, вообще сейчас баскетбол в Армении будет развиваться? И что сейчас у вас, ну, после пандемии этой всей будет происходить? Ну, смотри, у нас карантин уже по чуть-чуть снимают. Баскетбольные залы уже открываются. И мы на этом фоне, мы уже соскучились по баскетболу, мы хотим организовать турнир. Будет одноместная армянская команда. Мы сейчас привозим одну американскую команду и несколько клубов из Суперлиги 2. Мы хотим играть в баскетбол, мы хотим тренироваться. И поэтому приглашаем всех поучаствовать в нашем турнире. Всех ребят из России, из Америки. И всех зовем играть у нас сейчас в Армении в турнире. То есть ты имеешь в виду, что, в принципе, любой игрок, который более-менее профессионального уровня, он может заявиться сейчас на ваш турнир в Армении или там команда, и может уже в середине июня начать там играть, тренироваться и так далее, да? Ну, ты правильно сказал, более-менее профессиональный игрок. Не хотелось бы, чтобы приезжали какие-то бывшие игроки первого дивизиона, играли против полулюбителей. Хотелось бы видеть все-таки профессиональных ребят. Но да, думаю, если была бы команда из 7-8 человек, они бы могли приехать и участвовать. Здесь очень крутые условия. У нас гостиница, зал и сам город Ереван очень красивый. Думаю, все о нем уже сто раз слышали. Мика, спасибо тебе за это интервью. Я думаю, что многим, по крайней мере, молодым тренерам будет интересен твой опыт и какие-то идеи, как можно начать свой путь в тренерстве. Я считаю, что это видео было очень полезным. Ребята, если вам интересно принять участие в этом баскетбольном турнире, который будет проходить в Ереване в середине июня, это возможность просмотреться в команду Суперлиги 2 или в клубы Армении, да, в принципе, даже прийти в баскетбольную форму, потому что в России я не думаю, что в середине июня залы уже откроются, а в Армении в середине июня снимают карантин. Так что это возможность, по крайней мере, начать нормально играть и тренироваться. В описании к видео я добавлю всю основную информацию по этому турниру. Также там будет анкета участника. Если вам интересно участие, то вам нужно заполнить эту анкету, и организаторы турнира свяжутся с вами, если вы им подойдете. Спасибо за просмотр этого видео. Если у вас остались какие-то вопросы по турниру, или есть вопросы какие-то по видео, или вопросы непосредственно к Мике, пишите их в комментариях, мы на все отвечаем. Еще раз спасибо за просмотр, и увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok